Теперь я перехожу к новому периоду моей жизни. Однажды около полудня я шел берегом моря, направляясь к своей лодке, и к величайшему изумлению вдруг увидел след голой человеческой ноги, явно отпечатавшейся на песке. Я становился как громом пораженный, или как если бы я увидел привидение. Я прислушивался, озирался кругом, но не услышал и не увидел ничего подозрительного. Я взбежал вверх на откос, чтобы лучше осмотреть местность. Опять спустился, ходил взад и вперед по берегу, но других следов нигде не обнаружил. Я пошел еще раз взглянуть на отпечаток ноги, чтобы удостовериться, действительно ли это человеческий след, и не вообразилось ли мне. Но нет, я не ошибся. Это был, несомненно, отпечаток человеческой ступни. Я ясно различал пятку, пальцы, подошву. Как он сюда попал? Я терялся в догадках и не смог остановиться ни на одной. В полном смятении, не чуя, как говорится, под собой земли, я пошел домой в свою крепость. Я был охвачен невероятным ужасом. Через каждые два-три шага я оглядывался назад, пугался каждого куста, каждого дерева, и каждый, показавшийся вдали пень, принимал за человека. Невозможно описать, в какие страшные, неожиданные формы облеклись все предметы в моем возбужденном воображении, какие дикие мысли проносились в моей голове, и какие нелепые решения принимал я все время по дороге. Добравшись до своего замка, как я стал называть мое жилье с того дня, я, точно спасаясь от погони, мгновенно очутился за оградой. Я даже не помнил, перелез ли я через ограду по приставной лестнице, как делал раньше, или вошел через дверь, то есть через наружный ход, выкопанный мною в горе. Даже на другой день я не мог этого припомнить. Никогда, заяц, никогда лиса не спасались в таком безумном ужасе в свои норы, как и я в свое убежище. Всю ночь я не сомкнул глаз. Страх терзал меня еще больше теперь, когда причина его оставалась далеко, и это даже несколько противоречило самой природе страха. Но я был до такой степени потрясен, что воображение рисовало мне невероятные ужасы, хотя меня отделяло от следа ноги порядочное расстояние. Минутами я начинал думать, что это дьявол оставил свой след, и рассудок укреплял меня в этой догадке. В самом деле, кто, кроме дьявола в человеческом образе, мог забраться в эти места, где лодка, которая привезла сюда человека, и где другие следы его ног? Да и каким образом мог попасть сюда человек? Но, с другой стороны, смешно было также думать, что дьявол принял человеческий образ с единственной целью оставить след своей ноги в таком пустынном месте, как мой остров, где было десять тысяч шансов против одного, что никто этого следа не увидит. Если врагу рода человеческого хотелось меня напугать, он мог придумать для этого другой способ, гораздо более остроумный. Нет, дьявол не так глуп. И, наконец, с какой стати, зная, что я живу по эту сторону острова, оставил бы он свой след на том берегу, да еще на песке, где его смоет волной при первом же сильном прибое? Все это было внутренне противоречиво и не ввязалось с обычными нашими представлениями о хитрости дьявола. Окончательно убежденный этими доводами, я признал несостоятельность своей гипотезы о нечистой силе и отказался от нее. Но если то был не дьявол, тогда возникало предположение гораздо более устрашающего свойства. Это дикари с материка, лежавшего против моего острова. Вероятно, они попали на остров случайно, вышли в море на свои пироги и их пригнало сюда течением или ветром. Они побывали на берегу, а потом опять ушли в море, потому что у них было так же мало желания оставаться в этой пустыне, как у меня видеть их здесь. По мере того, как я укреплялся в этой последней догадке, мое сердце наполнялось благодарностью за то, что тогда я не был в тех местах и они не заметили моей лодки, иначе они догадались бы, что на острове кто-то живет и пустились бы на поиски. Но тут меня пронзила страшная мысль. А что, если они видели мою лодку? Предположили, что здесь есть люди. Ведь если так, то они вернутся с целой ватагой своих соплеменников и съедят меня. А если не найдут, так все равно увидят мои поля и выгоны, разорят мои пашни, угонят коз, и я умру с голоду. Таким образом, страх вытеснил из моей души всякую надежду на Бога. Все мое упование на Него, которое основывалось на столь чудесном доказательстве Его благости ко мне, как будто тот, кто доселе питал меня в пустыне, был невластен сберечь для меня блага земные, неспосланные от Его же щедрот. Я упрекал себя в легкомыслии, из-за которого сеял лишь столько, чтобы мне хватило на год, точно не могло произойти случайности, помешавшей бы мне собрать посеянный хлеб. И упреки показались мне стой справедливыми, что я решил впредь сеять с таким расчетом, чтобы уберечься от неожиданностей и запастись хлебом на два или три года. Какое игралище судьбы человеческая жизнь! И как странно меняются с переменой обстоятельств тайные пружины, управляющие нашими впечатлениями. Сегодня мы любим то, что завтра будем ненавидеть. Сегодня ищем то, чего завтра будем избегать. Завтра нас будет приводить в трепет одна мысль о том, чего мы жаждем сегодня. Я был тогда наглядным примером этого рода противоречий. Я, человек, единственным несчастьем которого было то, что он изгнан из общества людей, что он один среди безбрежного океана, обреченный на вечное безмолвие, отрезанный от мира как преступник, признанный небом, не заслуживающим общения с себе подобными, недостойным числиться среди живых. Я, которому увидеть лицо человеческое, казалось после спасения души величайшим счастьем, какое только могло быть неспосланным ему провидением, и как бы воскресением из мертвых. Я дрожал от страха при мысли о том, что могу столкнуться с людьми. Готов был лишиться чувств от одной только тени, от одного следа человека, ступившего на мой остров. В самом разгаре моих страхов, когда я бросался от предположения к предположению и ни на чем не мог остановиться, мне как-то раз пришло в голову, что все это лишь плод моего воображения, и не я ли сам оставил этот след, когда предпоследний раз ходил смотреть свою лодку и потом возвращался домой? Положим, возвращался я обыкновенно другой дорогой, но разве не могло случиться, что я изменил своему обыкновению в тот раз? Это было давно, и мог ли я с уверенностью утверждать, что шел именно той, а не этой дорогой? Конечно, я постарался уверить себя, что это мой собственный след, и в этом происшествии я уподобился тому глупцу, что поверил в им же созданный призрак, испугался страшной сказки, которую сам же сочинил. Эти мысли придали мне мужество, и я встал выходить из дому. Ибо первые трое суток после сделанного мною злосчастного открытия я не высовывал носа из своей крепости и начал даже голодать. Я не держал дома больших запасов провизии, и на третьи сутки у меня остались только ячменные лепешки да вода. Меня тревожило также, что мои козы, которых я обыкновенно доил каждый вечер, остаются недоинами. Я знал, что бедные животные должны от этого страдать, и кроме того боялся, что у них может пропасть молоко. И мои опасения оправдались. Многие козы захворали и почти перестали доиться. И так, ободрив себя уверенностью, что это след моей собственной ноги, и что я воистину испугался собственной тени, я начал снова ходить на дачу доить козу. Но если бы вы видели, как несмело я шел, с каким страхом озирался назад, как я был всегда на чеку, готовый в каждый момент бросить свою корзину и пуститься на утек ради спасения живота своего, вы приняли бы меня либо за преступника, терзаемого совестью, либо за человека, пережившего жестокий испуг, что и составляло истину. Но после того, как я выходил в течение двух или трех дней и не открыл ничего подозрительного, я сделался смелее. Я положительно начал приходить к заключению, что все это – мои собственные фантазии. Но чтобы уже не оставалось никаких сомнений, я решил еще раз сходить на тот берег и слечить таинственный след с отпечатком моей ноги. Если бы оба следа оказались одинаковыми, я мог бы быть уверен, что я испугался самого себя. Но когда я пришел на то место, где был таинственный след, то для меня, во-первых, стало очевидным, что когда я в тот раз вышел из лодки и возвращался домой, я никоим образом не мог очутиться в этой стороне берега. А во-вторых, когда я для сравнения поставил ногу на след, то моя нога оказалась значительно меньше, и опять меня обуял панический страх. Я весь дрожал, как в лихорадке. Целый вихрь новых догадок закружился у меня в голове. Я ушел в полном убеждении, что на моем острове недавно побывали люди или, по крайней мере, один человек. Я даже готов был допустить, что остров обитаем, а отсюда следовало, что меня каждую минуту могут захватить врасплох. Но я совершенно не знал, как оградить себя от этой опасности. Каким только нелепым решением не приходит человек под влиянием страха. Страх отнимает у нас способность распоряжаться теми средствами, какие разум предлагает нам в помощь. Если дикари, рассуждал я, найдут моих коз и увидят мои поля с растущим на них хлебом, они будут постоянно возвращаться на остров за добычей. А если они заметят мое жилье, то непременно примутся разыскивать его обитателей и доберутся до меня. Поэтому первой моей мыслью было переломать изгороди всех моих загонов и выпустить весь скот, затем перекопать оба поля и таким образом уничтожить всходы риса и чменя, наконец, снести свою дачу, чтобы не осталось никаких признаков присутствия человека. Этот план сложился у меня в первую ночь по возвращении моем из только что описанной экспедиции на тот берег под свежим впечатлением сделанных мною новых открытий. Страх опасности всегда страшнее опасности уже наступившей и ожидание зла в десять тысяч раз хуже самого зла. Для меня же всего ужаснее было то, что в этот раз я не находил облегчения в смирении и молитве. Я уподобился Саулу, скорбевшему не только о том, что на него идут филистимляне, но и о том, что Бог покинул его. Я не искал утешения там, где мог его найти. Я не взывал к Богу в печали моей. А обратись я к Богу, как делал это прежде, я бы легче перенес это новое испытание. Я бы смелее взглянул в глаза опасности, мне грозившей. Так велико было мое смятение, что я не мог заснуть всю ночь. Зато под утро, когда мой дух ослабел от долгого бдения, я уснул крепким сном и, проснувшись, почувствовал себя гораздо лучше, чем все эти дни. Теперь я начал рассуждать спокойнее. И по зрелым размышлении вот к чему я пришел. Мой остров, богатый растительностью, лежащий неподалеку от материка, был, конечно, не до такой степени заброшен людьми, как я воображал до сих пор. И хотя постоянных жителей на нем не было, но представлялось весьма вероятным, что дикари с материка приезжали на него иногда в своих пирогах. Возможно, было и то, что их пригоняло сюда течением или ветром. Во всяком случае, они могли здесь бывать. Но так как за пятнадцать лет, которые я прожил на острове, я последнего времени не открыл и следа человеческого, то стало быть, если дикари приезжали сюда, они тотчас же снова уезжали и никогда не имели намерения водвориться здесь. Следовательно, единственная опасность, какая могла мне грозить, была опасность наткнуться на них в один из этих редких наездов. Но так как они приезжали сюда не по доброй воле, а их пригоняло ветром, то они спешили поскорее убраться домой, проведя на острове всего какую-нибудь ночь, чтобы не упустить отлива и успеть вернуться засветло. Значит, мне нужно было только обеспечить себе безопасное убежище на случай их высадки на остров. Мне пришлось теперь горько пожалеть, зачем я расширил пещеру за своей палаткой и вывел из нее ход наружу за пределами моего укрепления. И вот, придумав, я решил построить вокруг моего жилья еще одну ограду, тоже полукругом, на таком расстоянии от прежней стены, чтобы выход из пещеры пришелся внутри укрепления. Впрочем, мне даже не понадобилось воздвигать новую стену. Двойной ряд деревьев, которые я лет двенадцать назад посадил вдоль старой ограды, представлял уже и сам по себе надежный оплот. Так часто были насажены деревья, и так сильно они разрослись. Оставалось только забить кольями промежутки между ними, чтобы превратить весь этот полукруг в сплошную крепкую стену. Так я и сделал. Теперь моя крепость была окружена двумя стенами. Внутреннюю стену, как уже знает читатель, я укрепил земляной насыпью футов в десять толщиной. Это было еще тогда, когда я расширил пещеру. По мере того, как выкапывал землю, я сваливал ее к ограде и плотно утрамбовывал. Наружная же стена, как уже сказано, состояла из двойного ряда деревьев, между которыми я набил кольев, заложив пустое пространство внутри кусками старых канатов, обрубками дерева и всем, что только могло придать прочности моему брустверу и что оказалось у меня под рукой. Но я оставил в наружной стене семь небольших отверстий, настолько узких, что еле можно было просунуть в них руку. Эти отверстия должны были служить мне бойницами. Я вставил в каждую из них по мушкету. Я уже говорил, что перевез к себе с корабля семь мушкетов. Мушкеты были у меня установлены на подставках, как пушки на лафетах, так что в какие-нибудь две минуты я мог разрядить все семь ружей. Много месяцев тяжелой работы потратил я на возведение этого укрепления. Мне все казалось, что я не могу считать себя в безопасности, пока оно не будет готово. Но мои труды не кончились на этом. Огромную площадь за наружной стеной я засадил теми похожими наиву деревьями, которые так хорошо принимались. Я думаю, что посадил их не менее двадцати тысяч штук. Но между деревьями и стеной я оставил довольно большое свободное пространство, чтобы мне было легче заметить неприятеля, если бы таковой вздумал атаковать мою крепость, и чтобы он не мог подкрасться к ней под прикрытием деревьев. Через два года перед моим жильем была уже молодая рощица, а еще лет через пять-шесть его обступал высокий лес, почти непроходимый. Так часто были насажены в нем деревья, и так густо они разрослись. Никому в мире не пришлось бы теперь в голову, что за этим лесом скрыто человеческое жилье. Чтобы входить в мою крепость и выходить из нее, так как я не оставил аллеи в лесу, я пользовался двумя лестницами, представляя одну из них к сравнительно невысокому выступу в скале, на которой ставил другую лестницу, так что, когда обе лестницы были убраны, ни одна живая душа не могла проникнуть ко мне, не сломав себе шею. Но даже допуская, что какому-нибудь смельчаку удалось бы благополучно спуститься с горы в мою сторону, он очутился бы все-таки не в самой крепости, а за пределами ее наружной стены. И так я принял для своей безопасности все меры, какие только могла мне подсказать моя изобретательность. И как читатель вскоре увидит, они были не совсем бесполезны, хотя во время работ опасность, от которой я хотел себя оградить, была скорее воображаемой, внушенной моими страхами. Но прилагая все старания, чтобы оградить себя от вторжения, я в то же время не забрасывал и других своих дел. Я по-прежнему тщательно ходил за моим маленьким стадом. Мои козы кормили и одевали меня, а это избавляло меня от необходимости охотиться и таким образом сберегало не только мой порох, но и силы и время. Выгода была так ощутима, что мне, разумеется, не хотелось лишаться ее и потом начинать все сначала. Чтобы избежать этого несчастья по зрелом размышлении, я решил, что у меня только два способа сохранить коз. Или загонять на ночь все стадо в пещеру, которую пришлось бы выкопать нарочно для этой цели, или устроить еще два или три отдельных загончика подальше один от другого, но непременно в укромных местах, где бы их было трудно найти и поместить в каждом из них по полдюжине молодых коз. Тогда, если бы даже главное стадо погибло вследствие какой-нибудь несчастной случайности, у меня все-таки осталось бы несколько коз, и я мог бы без особых хлопот развести новое стадо. В конце концов, я остановился на последнем проекте, как на более разумном, хотя осуществление его требовало немало времени и труда. я исходил весь остров, отыскивая самые глухие места и, наконец, выбрал один уголок, такой уединенный, что лучшего нельзя было и желать. Это была небольшая полянка в низине, в чаще леса, того самого леса, где я заблудился, когда возвращался домой с восточной части острова. Вся полянка занимала около трех акров. Лес обступал ее со всех сторон почти сплошной стеной, образуя как бы естественную ограду. Во всяком случае, устройство ограды потребовало от меня гораздо меньше труда, чем в других местах. Я немедленно принялся за работу, и недели через четыре мой новый загон был огорожен настолько плотно, что можно было переводить в него коз. Теперь это не представляло большого труда, так как новые поколения коз утратили свою природную дикость. Я, не откладывая, отделил от стада десять молодых коз и двух козлов и перевел их в новый загон. Еще некоторое время я употребил на окончательное укрепление изгороди и делал это, не торопясь, очень медленно. И все эти труды, все эти хлопоты порождены были страхом, обуявшим меня при виде отпечатка человеческой ноги на песке, ибо до сих пор я никогда не видел ни одной человеческой души ни на острове, ни близ него. После своего несчастного открытия вот уже два года, как я распростился со своей прежней безмятежной жизнью, чему легко поверят все те, кто испытал, что такое жизнь под вечным гнетом страха. С сожалением должен прибавить, что постоянная душевная тревога, в которой я пребывал в этот период, весьма дурно отразилась и на моих религиозных чувствах. Каждый вечер я ложился с той мыслью, что, может быть, не доживу до утра, что ночью на меня нападут дикари, что они убьют меня и съедят, и этот страх до такой степени угнетал мою душу, что лишь в редкие минуты я мог обращаться к Творцу с подобающим смирением и спокойным умиленным духом. Если я и молился, то скорее как человек, который взывает к Богу в своем отчаянии, потому что видит свою близкую гибель, и я могу удостоверить на основании личного опыта, что к молитве больше располагает мирное настроение духа, когда мы чувствуем признательность, любовь и умиление, и что подавленный страхом человек так же мало предрасположен к подлинному молитвенному настроению, как к раскаянию на смертном адре. Страх, болезнь, расслабляющая душу, как расслабляет тело физический недуг, а как помеха молитве, страх действует даже сильнее телесного недуга, ибо молитва есть духовный, а не телесный акт. Но возвращаюсь к рассказу. Обеспечив себя таким образом живым провиантом, я стал подыскивать другое укромное местечко для новой партии кос. Как-то раз во время этих поисков я добрался до западной оконечности острова, где никогда не бывал до тех пор. Не доходя до берега, я поднялся на пригорок, и когда передо мной открылось море, мне показалось, что вдали виднеется лодка. В одном из сундуков, привезенных мною с нашего корабля, я нашел несколько подзорных трубок, но их со мной не было, и я не мог различить, была ли то действительно лодка, хотя проглядел все глаза, всматриваясь вдаль. Спускаясь к берегу с пригорка, я уже ничего не видел, так я до сих пор не знаю, что это был за предмет, который я принял за лодку. Но с того дня я дал себе слово никогда не выходить из дому без подзорной трубы. Добравшись до берега, это была часть острова, где, как уже сказано, я раньше не бывал. Я не замедлил убедиться, что следы человеческих ног совсем не такая редкость на моем острове, как я воображал. Да, я убедился, что не попади я по собственной милости проведения на ту сторону острова, куда не приставали дикари, я бы давно уже знал, что посещение ими моего острова самая обыкновенная вещь, и что западные его берега служат им не только постоянной гаванью во время дальних морских экскурсий, но и местом, где они справляют свои каннибальские пиры. То, что я увидел, когда спустился с пригорка и подошел к берегу моря, буквально ошеломило меня. Весь берег был усеян человеческими костями, черепами, скелетами, костями рук и ног. Не могу выразить, какой ужас охватил мою душу при виде этой картины. Мне было известно, что дикие племена часто воюют между собой. Должно быть, думал я, после каждой стычки победители привозят с материка своих военнопленных на это побережье, где по зверскому обычаю всех дикарей-людоедов убивают и съедают их. В одном месте я заметил круглую, плотно утрамбованную площадку, посреди которой виднелись остатки костра. Здесь-то вероятно и сидели бесчеловечные варвары, справляя свои ужасные пиры. Все это до того поразило меня, что я даже не сразу вспомнил об опасности, которой подвергался, оставаясь на этом берегу. Ужас перед возмутительным извращением человеческой природы, способной дойти до такой зверской жестокости, вытеснил из моей души всякий страх за себя. Я не раз слыхал о подобных проявлениях зверства, но никогда до сих пор мне не случалось видеть их самому. С крайним омерзением отвернулся я от ужасного зрелища. Я ощущал страшную тошноту и, вероятно, лишился бы чувств, если б сама природа не пришла мне на помощь, очистив мой желудок обильной рвотой. Мне стало немного легче, но ни одной лишней минуты я не мог оставаться в этом ужасном месте. Со всей быстротой, на какую был способен, я поднялся на пригорок и устремился назад к своему жилью. Отойдя немного от этой части острова, я остановился, чтобы опомниться и собраться с мыслями. В глубоком умилении поднял я глаза к небу и, обливаясь слезами, возблагодарил Создателя за то, что он судил мне родиться в иной части света, где нет таких зверей в человеческом образе. В этом умиленном настроении вернулся я в свой замок и с того дня стал меньше бояться дикарей. На основании своих наблюдений я убедился, что эти варвары никогда не приезжали на остров за добычей, потому лишь, что ни в чем не нуждались или, может быть, потому, что не рассчитывали чем-нибудь поживиться в таком пустынном месте. В лесистой части острова они, несомненно, бывали не раз, но, вероятно, не нашли там для себя ничего подходящего. Достоверно было одно. Я прожил на острове без малого восемнадцать лет и до последнего времени ни разу не находил человеческих следов, из чего следовало, что я мог прожить здесь еще столько же и не попасться на глаза дикарям, разве что наткнулся бы на них по собственной неосторожности. Но этого нечего было опасаться, так как единственной моей заботой было как можно лучше скрывать все признаки моего присутствия на острове и как можно реже выползать из своей норы, по крайней мере до тех пор, пока мне не представится лучшее общество, чем общество каннибалов.